На пожелтевшей фотографии будущий моряк-подводник Иван Бутуханов. Он родился в селе Нижний Тарасан Боханского района. В 1942 году ушёл на фронт. После учебки был распределён на подводную лодку связистом гидроакустиком. В 1943 направлен на Чёрное море в порт Потти, где выполнял задание по уничтожению вражеского транспорта подлодок. На встрече с офицерами вспоминает, как было хранителем Ялтинской конференции. Мы ничего не знали. Стояли в охране, в цепи охранения, но не знали, для чего мы стоим здесь. А потом уже услышали, когда давно уже закончилось, все эти премьер-министры разъехались с Ялты. Услышали, что состоялась Ялтинская конференция, и мы были в охранении. В честь грядущего дня моряка-подводника Ивану Владимировичу сегодня вручают сразу три медали. Председатель Совета ветеранов военно-морского флота Иркутска, капитан первого ранга Георгий Питцин, крепит на форму знаки отличия. Подводные силы ВМФ России, военно-морского флота и ветеран ВМФ. В планах установить в городе памятник иркутянам морякам-подводникам. Уже определено место на бульваре Гагарина. Рядом на стендах будут перечислены более ста фамилий выдающихся представителей флота при Ангаре. Сегодня мы посовещались, вернее, мы посовещались и решили вписать еще одну фамилию. Это Бултуханова Ивановича Владимировича, как старейшего подводника, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны. Он проводит большую воспитательную работу, ведет пропагандистскую работу среди учащихся, среди молодежи. То есть он человек уважаемый. Проект памятника уже подготовлен и совсем скоро имена моряков-подводников из Приангаре будут увековечены для потомков. Сегодня ветеранов военно-морского флота, участников Великой Отечественной в Приангаре осталось пять человек. А пока подводники вспоминают свои дни службы все вместе за одним столом. Первый тост по традиции за тех, кто в море.